Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнау. В моих группах возник вопрос, почему осыпаются яблоки? У меня такой проблемы нет, но тем не менее вопрос интересует, я думаю, многих. Поэтому приведу наш состоявшийся диалог. Садовод Валентина спрашивает, в этом году сильно осыпались плоды яблоньки полукультурки, а потом начали гнить. 60-70% урожая пропало. Вот такой вот неприятный случай. Что можно сказать по этому поводу? Скорее всего, плоды повреждены плодовой гнилью. В некоторые годы наблюдается очень широкое распространение плодовой гнили, манелиоза на плодах яблони. Это грибковое заболевание, которое может развиваться как в саду, на дереве или на падалице, так и при хранении. Гниль на плоде начинается с небольшого бурого пятна, которое, быстро разрастаясь, охватывает затем его целиком. На поверхности плодов образуются подушечки канидеального спороношения гриба, возбудителя гнили, расположенные концентрическими кругами. Если условия окружающей среды неблагоприятны для развития гнили, плод становится твердым и блестящим, приобретая синевато-черную окраску, то есть мумифицируется. Такая же форма заболевания часто развивается в период хранения плодов. Инфекция проникает в плод через ранки на кожице, чаще всего нанесенной плодожоркой, а также через трещины, образующиеся при поражении паршой. Через здоровую, неповрежденную кожуцу заражение обычно не происходит, за исключением случаев тесного соприкосновения здорового плода с больным. Источником первичной инфекции являются пораженные мумифицированные плоды. Основная их масса сохраняется на почве под деревьями. Часть плодов может остаться на дереве, не опадая порой до весны. Весной при наступлении теплой и влажной погоды мумифицированные плоды покрываются свежими подушечками с пароношением, которые и вызывают первичное заражение плодов. Меры борьбы. Важное значение имеют санитарно-профилактические мероприятия. Пораженные мумифицированные и осыпавшиеся плоды яблонь должны быть осенью собраны и убраны в компост или еще куда-нибудь. В течение лета желательно периодически собирать падалицу. Для химической защиты яблоню опрыскивают 1% бордовской жидкостью. Первая обработка проводится в начале появления червивой падалицы, вторая через 15-20 дней после первой. Одновременно желательно проводить обработки против плодожорки. От себя добавлю, что действительно вот эти простые меры надо убирать упавшие плоды и следить, чтобы не было вредителей. И, как правило, такой проблемы не будет. Ну и в конце пожелаю всем хороших урожаев и яблок, и других культур. Всем всего самого доброго. До свидания.